Здорово, Кустримов! Здоровенькая! Что вы делаете? До пряди, вам милый, янод! Государная моя, гостребная Кто в Гостроне кисей Белаконо к голубод Ну! Здоровенько, телезрители! Ух! Здоровенько, в воскресенье, рано вставшие! Я! С вами программа Утро Лайт, что по-нашему утро доброе, светлое и лёгкое. И её ведущий и ведунья. Нет, не ведунья, ведущая, блин, как там? Сегодня в нашей программе ещё не раз прозвучит слово блин, ведь сегодня оно ключевое. То есть в голове стола стоит, сегодня можно говорить, блин, и тебе за это ничего не сделают. Вот, блин, повезло! Масленица же, только блин не вот, а блин вон. Идём, отведаем, всю ночь готовила. Значит, за полчаса это и съедим. Ну, я. Ух ты, Анька, сколько ты на приготовила, молодец, ты, Игорь. И блиночков моих. И блинов-то, ох, а с чем-то блины, а? А блины-то у нас сегодня с сюжетами. Сюжетами? Первый раз такие слышу, про такие есть-то буду, про такие. Вот, угощайся. Ну, отцы, иди сюда. А чего ты левой рукой-то берёшь, блин? Разница какая-то, да? Левша, что ли? Ух ты, только на кол не надо. Нет, я просто левый удобнее, правый я пишу, там, рисую, что есть такое робот. А всё открываю, там, нажимаю. А, так ты, значит, переученный, Левша. Может быть, переученный. Так вот, ты левой рукой наш следующий сюжет-то и вытянул. Ничего себе. Смотрите-ка, сюжет наш про левшей. Что значит быть левшой? Нам, правшам, этого никогда не понять. Когда-то леворуких людей даже считали демонами и ведьмами, а детям и вовсе привязывали левую руку к стулу, чтобы левшами не выросли. Леворуки – это люди те, у которых преобладает действие левой руки. То есть все действия, которые они осуществляют, преобладающие в большинстве, они осуществляют именно левой рукой. Левши, они, их действия ознаменованы не только тем, что они применяют левую руку, да, но и у них преобладающее значение играет и левый глаз, и левое ухо, и левая рука. Сегодня к левшам относятся намного гуманнее, чем в советские времена. Их не переучивают, оказалось, это просто бессмысленно. Ведь левша только может научиться писать правой рукой, а все остальное он также будет делать левой. Дарья – левша от рождения. Ее никто и никогда не пытался переучить. Однако уже в детском саду, как только ей впервые дали в руки шариковую ручку, она поняла, что пишет не так, как другие. Возникли проблемы в том плане, что я понимала, что нужно писать слева направо, но я не знала, как правильно держать руку. То есть, если правша пишет слева направо и удобно ведет рукой, то левая рука, она оттопыривается и становится неудобно. И я писала одно время не то, что наклон почерка у меня был другой, я просто писала, как в зеркальном отражении буквы. То есть, они были тоже слева направо, но просто в зеркальном отражении. В мире левши нет понятия неправильно прочесть слова. Слева направо или справа налево. Нельзя ограничивать или говорить о том, что левши могут понимать, что рисовать стоит сверху вниз или снизу наверх. То есть, для них это… они не понимают это, они точно не понимают, даже не видят разницы, что это может быть ошибочно. Даша все-таки научилась писать правильно левой рукой. Она у нее ведущая, как и у всех левшей. И хотя многие считают, что левша пишет медленнее и корявее правши, почерк Даши опровергает эти убеждения. Говорят, леворукость передается из поколения в поколение. Но оказывается, это не всегда так. Вторая причина – это приобретенная леворукость. То есть, тогда, когда человек, ребенок, развиваясь в такой семье, где есть леворукость, либо, может быть, в школе есть детки левши, он начинает им просто подражать. И еще одна причина – это компенсаторная леворукость, когда люди или дети претерпели какие-то травмы, связанные с действием правой руки. Я занимаюсь спортом, и было такое, что часто травмировал свои руки. И как в школе заставляли писать все время, я старался писать левой рукой. Ну, писать мне не очень сильно получается левой рукой. Ну, как бы рисовать, выводить что-то не быстро, но получается. И вполне даже нормально, даже удобно. Иногда даже правая болит, начинаешь левой работать. Елена Григорьевна – организатор досуга молодежи и учитель технологии в 13-й школе. Она и не правша, и не левша. Амбидекстер – то есть человек, одинаково владеющий двумя руками. В детстве меня мама всегда заставляла брать все в правую руку. Но так как это было неудобно мне, я все время перекладывала все в левую руку. Мама уходит – моя ложка в левой руке. Мама зашла – моя ложка в правой руке. И так происходило постоянно. В школе Елена осознала, что на уроках рисования и черчения она рисует двумя руками одновременно. Сегодня то же самое происходит и когда она готовит дома, и когда шьет, и даже когда красится. В общем, во всех делах, кроме письма, мама все-таки переучила дочь писать правой, задействованы обе руки. Например, крашусь я, губы крашу я только левой рукой. Карандашом пользуюсь только левой рукой. Косметику наношу на глаза, именно карандаш я наношу только левой рукой. Правая у меня не работает, у меня не получается. Вот как я не пробовала, как я не пыталась, не выходит. Но тушь я могу наносить и правой рукой, и левой рукой, и одновременно. Как это выходит, сама Елена Григорьевна объяснить не может. Да и нам этого никогда не понять. Однако, как признается сам учитель, иногда информацию, поступающую в оба полушария мозга одновременно, очень тяжело уловить. Одна мысль тут же забивает другую мысль. Это бывает немножко тяжело, потому что теряешь ход мысли, и когда надо сосредоточиться, иногда получаются немножко небольшие такие сбои. Был выявлен такой феномен, что люди одновременно могут пользоваться левым и правым полушариям, и одновременно работать левой и правой рукой. То есть у них достаточно параллельно они могут пользоваться и теми и иным полушариям. Таких детей стали называть амбитекстрами. Но в начале 2000-х годов данная проблематика стала более глубоко разрабатываться, и в самой группе амбитекстров стали выделять еще одну группу детей или людей, амбицеребральные люди. У них очень ярко проявляется способность работать и пользоваться так же параллельно или даже одновременно и правым, и левым полушариям. Причем такие дети или люди совершенно не контролируют, как происходит данный процесс. И объяснить этого они не могут. В общем, про вшавы, левша или амбитекстр разницы нет, ведь каждый из нас все равно по-своему уникален. Погляди-ка-то, какие умельцы сделали. Самовар-то махонький, а как настоящий. А знаешь, что у меня есть, Анюта, для тебя? Ты как хозяюшка в доме, очень пригодится. Смотри. Что ж такое чудо заморское? Да. Ку-ку-ку-ку-ку-ва. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Надо хранить в холодном месте. Я тебе вот что скажу. Вот таких умельцев я знаю вот так. У нас в кузнице работал Михаил, так он подкову, из-подковы мог сделать и зубные скрепки, и эти бигуди ваши бабские цей. Накрутил, да и послал ее. Вот кто придумал-то бигуди-то наши. Я тебе сейчас расскажу про еще одного умельца. У него руки были золотые. О, получилось. Ну и вот получилось порезаться. Удочка. Удочка почти готова. Лесков Николай Семенович. Родился в семье чиновника уголовной палаты. Их семья происходила из духовного сословия. Как-то интересно у них получилось. Все свое детство провел в Орловской глуши и занимался тем, что в принципе и составляло на то время досуг всего народа. То есть ловил рыбу, вспахивал землю, ну и все остальное. Это потом дает ему полное право заидеть во все услышание, что мол, я узнавал народ не из разговоров с петербургскими извозчиками, я вырос в народе, я с народом был своим человеком, да я этим людям был ближе всяких поповичей. Литературная деятельность и ее расцвет приходят на 1860 год, когда он впервые выступает как прогрессивный публицист. Вот так. В русскую литературу Лисков приходит с большим запасом наблюдений над русской жизнью. Это все находит отражение в его творчестве. Погашуе дело, разбойник, в повести «Жития одной бабы», леди Магбет Мценского уезда и в рассказах «Левша». Сказ о тульском, косом левше и остальной блохе. Изготовление микро-миниатюр всегда связывают с героями писателя Лискова. Но на самом деле, есть версия, что не существовало таких тульских мастеров. Это народ придумал рассказ о том, что англичане придумали стальную блоху и отправили ее нашим русским. «Да, наши, могучие русские, как так, англичане нас переплюнули, мне быть такого не может». Взяли эту блоху и подковали, им обратно отправили. То есть, на самом деле, нет ни одного четкого подтверждения, что это было на самом деле. Но зато в 1785 году по приказу князя Потемкина в Англию были командированы два наших мастера Алексей Сурлин и Яков Леонтьев. Цель этой поездки была обучить рабочих мастерству и изготовлению художественных изделий из металла. Однако, наш посол в Англии Семен Романович Воронцов вот, пожалуйста, его фотография, решил, что наши мастера должны под шумок ей обучиться опыту производства французского ружья. Через 7 лет Сурлин вернулся в Тулу, ну а его товарищ Леонтьев остался в Англии. Екатерина II специальным решением назначает Сурлина мастером оружейного дела и надзирателем всего того, что касается оружия. Жалование положило ему 500 российских рублей. Правда, в год. Но тоже ничего себе. Он отвечал за качество ружья, имел собственное клеймо и вот, смотрите, я прочту вам, очень важно. Добился того, что все части одного ружья могли применяться к другим, то есть способ взаимозаменяемости. Говорят, что именно этот способ и помог русским выиграть войну с французами. Затем, к сожалению, имя Сурлина выпало из памяти людей. О нем забыли. Я хочу, чтобы вы забывали имя еще одного выдающегося мастера, но уже нашего времени. Имя ему Николай Сергеевич Алдулин. Родился он в день всех цветов, первого звонка и птицы мира. Первого сентября. Вот. Работал с лесарем, потом тогарем на промышленном предприятии, где и постиг все секреты металлообработки. А вот его работы. Портрет на рисовом зерне, Гоголь, Толстой, Пушкин. Все это выполнено из чистого золота. Велосипед, расположенный на швейной иголке, длина 2 миллиметра. Автомат АКМ-47, расположенный поперек спички, состоит из 34 деталей, изготовления ему вышло в 6 месяцев. Трехлинейная винтовка Мосина, расположенная на рисовом зернышке, имеет движущийся затвор. Танк Т-34 расположен на продольном срезе яблочного зерна. Количество деталей 257. Танк создавался полгода к 60-летию победы. Останкинская башня, это точная ее копия, только в 850 тысяч раз меньше. Вот однажды пришла идея подковать блоху. Хотелось доказать, что не зря лесков воспел на весь мир тульских мастеров. Работал по ночам. Повязывал голову платком и надевал одежду из хлопка. Микроминиатюры очень чувствительны к статическому элитичеству, которое накапливают искусственные ткани. Чуть дотронечься до них, заряженная резцом, и она, как живая, прыгнет куда-нибудь в сторону. Облачившись, Алдулин сидел на кухне пару часов, пока не осядет пыль, а лишь потом начинал работать. Три месяца точил подковы, ковал гвоздики и подковывал блошинные лапки. Но когда забил последний гвоздик, говорит, что потом отсыпался целую неделю. Я был первым тульским жителем через 150 лет после выхода левши Лескова. А сейчас у меня есть блоха, седло, уздечка, стремена. Ну, в общем, все как положено. Как положено выполнял свои работы еще один последователь, но уже омский, так можно сказать, левша Анатолий Иванович Каненко. Родился он 23 февраля, чем я поздравил своего отца с праздником. Окончил омский строительный техникум по специальности техник-архитектор. Начал заниматься микроминиатюрой с 1981 года и уже в 2010 выходит в свет его первая супер мини-миниатюрная коллекция. Вот, посмотрите его работы. Признан Академией мировых рекордов. Является главным экспертом Книги рекордов Омска и Омской области. Все эти люди считали, что достижение человеком в жизни цели зависит от его желаний. Чем выше цель, тем больше должно быть желаний. Все, спасибо. Ох ты, какой у тебя блин получился светлый весь. Ты, кстати, не знаешь, почему блин символ солнца? Да, конечно, знаю, я же их пекла. Вот расскажу вам. Блин круглый, желтый, как солнце, прозрачный. Славяне верили, что отведав этого лакомства, они приобретают частичку силы и могущества солнца. Так что, если хотите быть сильным, могущественным в масленичную неделю, нужно побольше блинков съесть. Ничего себе. Вот твое солнце-то и пополам сломалось из-за тебя. Дырка на солнце. Вот оно, падает. Кстати, ты не знаешь, почему солнце с неба не падает? А кто же его знает? А почему ветер такой дует, когда вы все на косы идете? А кто же его знает? А почему, когда дождь капает земля, после него мокрая? А кто же его знает? А почему цей луна не падает? Дядько, может, хватит этих вопросов? Что ты приступишь в ситуацию? Да, Сань, оставь. Да кто же жизнь-то его еще научит? Да, спрашивай, спрашивай. Почему говоришь, луна почему не падает? Да что из таких? Цей меня перебил. Потому что она в космосе. В космосе не притягивается ничего. Потому что держит луну. Держит притяжение. Потому что наша земля содержит ядро. Мы через небер, мы стоим вверх ногами. И вот это притяжение нас держит. Потому что она не метеорит. Метеорит упал. Такое бывает очень редко. это ваджо отскорки. И я думаю, и у меня такая энциклопедия. Я вот думаю, что планета стукается с какими-то оскорками, и они своего места ну, они летают, и они могут стукнуться и сдвинуться из места, не то, которое надо им идти, и упасть. Ух ты! Чайку-то мне налейт. Чайку-то мне налейт. Чаю тебе приготовлю. Спасибо. А весеннее настроение нам будет продолжать создавать наша рукодельница Оксана Матяш. Вот я смотрю, Анька, на твои блины, но мне кажется, знаешь, как ювелирная работа. Вот постаралась ты так постаралась, не в полруки делала, рук-то своих не жалела. Ах да, Анечка, ах да, мастерица. Ты бы знаешь, что могла сделать? Ты могла бы взять вот эти, когда Пасху посыпают, такие блестящие. И еще Пасху. Ну, могла бы и блин так посыпать, блестел бы, ярким был бы, веселенький. Как бисер. Такие вот, знаешь, такие вот. Так Оксана Матяш нам и будет сейчас из бисера украшения делать. А ты знаешь, у бисера его можно отнести к ювелирным работам. Вот тебе сейчас скажу, вот знаменитый мореплаватель Марко Поло был сыном известного в то время бисеромастера. Ага, теперь-то бисер используют, когда на работу принимают. Вот, производители жидкокристаллических экранов нужен им работник. Они сначала проверяют его. То есть, они его зовут кабинет, держит твой чай. Они так не говорят ему, держит твой чай. Они говорят, вот тебе палочки для еды, быстренько, но время с аберином, кюрис палочки искусства, произведения искусств. Вот так и проверяют, может он жидкокристаллический монитор или микросхему собрать, или не сможет. Вот Оксана Матяш-то смогла собрать руками сюжет про бисер пледения? Смогла. Блин, креативный от Оксаны Матяш. Если весенний город пока не радует живописными красками, пора брать все в свои руки и нести яркость массы. Почему бы в самый обычный день не прийти на работу в блузе с цветочным принтом? А к ней, как нельзя кстати, подошло бы колье цвета едва взошедшей травы. Пожалуй, его мы сегодня и сделаем. Для начала достанем бисер разных оттенков зеленого, зеленую же бисерную проволоку, атласную ленту, ножницы и много терпения. Ведь работа с бисером по праву считается самой кропотливой и трудоемкой. Но чего только не сделаешь ради красоты. Итак, прежде всего нам нужно нанизать бисер на проволоке длиной около 20 сантиметров. Пусть этот бисер будет разных оттенков зеленого и разного размера, так колье получится более фактурным. Чередуем бусинки между собой, равномерно распределяя цветовую нагрузку по нити. Концы пока фиксируем. Таких бисерных отрезков нам потребуется 9 штук. Здесь оно и пригодится в вашей терпении. Ведь в процессе работы нужно не забывать считать бисеринки. Их должно быть равное количество на всех отрезках. Далее нам нужно из всей этой красоты сотворить косу. Скрепляем все проволочные концы с одной стороны между собой и начинаем плести обычную косу, каждая прядь которой состоит из трех нитей с бисером. Когда коса заплетена, закрепляем проволочные остатки с другой стороны и делаем петлю. На нее мы привесим атласную ленту и наш вешний аксессуар готов. В такой технике можно выполнить не только колье, но и браслет и даже ободок в стиле Дольче и Габбана. Теперь вы можете не без удовольствия разделить свое зеленое настроение с подругами. Ах, хороший сюжет получился. Зеленый цвет. Красивый какой, зеленый, да? Да. Кстати, вот этот вот ожерелье, теперь ее можно носить и успокаиваться. Ты знаешь, что зеленый цвет успокаивает? Не знала. Расскажи-ка подробнее. Я тебе не расскажу, Анечка, а поведаю. Поведаю вам, телезритель. Вот когда я учился на архитектора, у нас был учитель по живописи и рисунку. Мы молевать любили. И он говорил, если у вас глазки-то устали, либо чувствуешь себя усталым, а работать хочется и надо, надо, это важнее, чем хочется. Он говорил, выходите. Вот так. Пошли на улицу. Пошли. Брал палку, выгонял нас. Мы выходили на улицу. И он говорит, смотрите на деревья. Мы смотрели на деревья, была весна, листья зеленые, красота. И он говорил, а теперь, теперь, заходите, рисуйте. И цвета оживали, понимаешь. Смотришь на вазу, а она вся блестит цветом. То есть, зеленый цвет успокаивает и помогает вам собрать свое зрение и вновь видеть цвета ярче. Это вот потому, что ты у нас тут учился. А вот учился бы ты в Китае, послали бы тебя смотреть на синий цвет. Чего тогда я не хочу. А у них нет различия. Синий цвет и зеленый цвет, у них одним иероглифом обозначается. И в древности все равно им было, что синий, что зеленый. Вот спроси у корейца, какая трава. Он тебе скажет, синяя, а потом подумает, ах, русский со мной тут разговаривает. Скажет, зеленый, зеленый. Скажет, хорошая. Это у них сейчас уже различие-то придумали. Все они привыкли, накосили, да ничего не понимают. Я тебе вот что скажу. У нас есть хорошая, талантливая, которая разбирает и синие, и зеленые цвета. Татьяна Македон. Вот она приготовила зеленый блин. Блин зеленый от Татьяны Македон. Наконец пришла весна. Совсем скоро появится зелень, которую мы так долго ждали. Ведь зеленый цвет это цвет возрождения, который, оказывается, позволяет нам лучше воспринимать многие вещи. Зеленый это цвет времени, это цвет пространства. Вот ключевые слова к зеленому. Оливковый и салатовый это цвет лидерства, с одной стороны, как бы плюс. А минус это цвет горечи. А бирюзовый это цвет творчества, это трансцендентное сердце, это умение раскрывать тот талант и тот дар, который в себе человек несет. Кстати, наверняка каждый, кто знаком с изобразительным искусством, знает, что в палитре цветов зеленого нет. Это промежуточный цвет между синим и желтым. И только настоящий художник может увидеть в обычном зеленом массу других оттенков. В одном зеленом цвете он может увидеть и голубоватый, и желтоватый, и так далее. Ведь в палитре художника оттенков цвета зеленого очень много. Это и кобальт зеленый светлый, и кобальт зеленый темный, и зеленый ФЦ, зеленый темный, зеленый травяной, и так далее, и так далее. Многие психологи утверждают, что зеленый цвет влияет на наше подсознание, и в большинстве случаев он успокаивает. И даже для профилактики заболеваний глаз офтальмологи рекомендуют хотя бы раз в час отвлекаться от любой работы и смотреть на что-нибудь зеленое. Тогда и глаза будут отдыхать, и нервная система будет в норме. Люди, которые любят зелень, это считаются целители от Бога. То есть это люди, у которых очень раскрыто сердце, и они воспринимают мир через сердце. Они очень добрые, они очень отзывчивые, они открытые. Считается, что путешествия во времени — это тоже зеленый, экстрасенсорика — это тоже зеленый, потому что это целительство на высоком уровне. Если вы часто пребываете в унынии или вам не хватает положительных эмоций, просто добавьте в жизнь зеленых красок, и хорошее настроение вам обеспечено. Было у меня видение. Сижу на днях дома на печи. Ну и жую в рифму калачи. А что сейчас сказать? Тут слышу, кто-то в окно мне стучит клювом. Вот так. Я выхожу, сидит, красивая жар-птица на колодце. И, мол, говорит, дай воды напиться. Я беру чан, напоила, она улетела. Думаю, к чему? А вся синяя-синяя. Так то счастье было же. Счастье? Что ж ты не знаешь? Синяя птица? Синяя птица не знает. Ё-моё, птица синяя — это же к счастью. Значит, наверное, на радость людям я-то пообщался с представителями театрального действия. Так поймал все-таки. Поймал, вот такого держал их за руки. Ну давай посмотрим. Ну, поднимаемся. Всегда испытывают трепетное волнение перед входом в кабинет главного режиссера. Просто меня обычно туда зовут, чтобы выдать мне трусулей, как плохому актеру. Ну а сегодня нас пригласили на кофе с конфетами. Ну, в принципе, раз пригласили, надо и пользоваться возможностью. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот и мы пришли к вам. А мы нас ждем. Здорово. Чем вы сейчас занимаетесь? Сейчас мы трудимся над новым спектаклем, который называется «Женская доля». Довольно-таки взрослый, очень серьезный спектакль. Проценка Алена Петровна окончила Приднестровский государственный университет по специальности актерское мастерство. С 2010 года принята на должность руководителя Народного театра юного зрителя «Синяя птица». За короткий срок Алена Петровна возродила Народный театр, поставив ряд спектаклей и программ. Моноспектакль для молодежи «Угрюмый пилигрим» по стихам Сергея Есенина, спектакль для детей «Пушистик», концертно-игровые программы для детей в гостях у Карлсона и малыша, приключения незнайки и его друзей в королевстве невыученных уроков. Спектакль «Театр в театре» у нас спектакль «Спокойные ночи, мамы». Девиз «Синей птицы» звучит так «Ни шагу назад, ни минуты на месте, а только вперед и только все вместе». Есть, да, театр, есть, ну, наш, как бы, государственный, есть там свой репертуар. Наверное, было очень сложно вам создать свой театр, свою труппу. Для чего, зачем, как появилась эта идея? Ну, во-первых, «Синяя птица» я не создавала этот театр. Этот театр существует 1964 года, он основан. В 1969 году, в марте месяце, он получает звание «Народный». Вот. А я в этом городском дворце культуры, руководитель этого коллектива, «Синяя птица» с 2010 года, Артемка. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем репертуарном плане. Вот раз мы заглядем, что на будущий спектакль, какой сейчас у вас репертуарный план? Очень много постановок мы сделали, даже не ожидала. Детские сказки, взрослые спектакли, театрализованные представления в большом количестве. Мы участвуем практически, задействованы во всех городских мероприятиях. Артемка, ты знаешь, очень много, очень много. Я сама удивлена себе и своему коллективу. Дети – большие трудяги. Девочки, что вы здесь делаете? Расскажите мне. Ну, мы здесь занимаемся искусством, наслаждаемся тем временем, которое проводим здесь. И мы здесь нашли очень много новых друзей. Мы познали себя, погружаемся в себя, мы любим театр и творим. Я окунулась головой в эту жизнь, в атмосферу этого коллектива. Мне очень нравится. И я воодушевлена всем тем, что происходит. Дайте тебе здесь. Да, мне очень нравится. Очень дружный коллектив у нас. Я хочу поблагодарить нашего руководителя Алену Петровну за то, что она раскрывает нас как актеров, как личность. Илья, по какой системе работаете? Работаю по системе Станиславского. Да, о чем же говорил Константин Сергеевич? О чем он говорил? Он говорил, больше всего он говорил, я не верю. Михаил, какую роль мечтаешь сыграть? Ну, ролей, которых я хочу сыграть довольно-таки много, но, наверное, самая любимая. В «Мастера Маргариты» хочу сыграть Воланда. Хотите сами на сцену выйти? Вот что важно еще узнать. Очень, Артем, хочу. Хочу это, понимаешь, актерам не становятся, им рождаются. ты сам прекрасно понимаешь, ты работаешь, ты живешь, ты ходишь по сцене. Я тоже этого хочу. И всю жизнь этого мечтала и стремилась к этому. Ну, как-то, понимаешь, был момент в моей жизни либо карьера, либо семья, понимаешь? Я выбрала семью, о чем, конечно, не жалею. У меня шикарная семья, у меня замечательнейшая дочь. Олеся, когда сама планируешь поставить спектакль? Ну, где-то в 34 года. О чем будешь говорить со сцены? Ну, не знаю. Поставили какой-нибудь детский спектакль, чтобы развлекать детей. Не за деньги работать, а чтобы давать детям удовольствие, чтобы они вышли из зала счастливыми. Сама получаешь удовольствие и выходишь из зала счастливой? Да, очень я выхожу счастливой. Я не играю, я творю, как актер. Умничка. Ты уже актриса состоявшаяся? Ну, да. Сколько за твоими плечами ролей сыгранных, прости, пожалуйста, прожитых тобой, сколько вот ты лиц уже на себя одела? Ну, где-то пять. Дим, что для тебя значит аплодисменты? Аплодисменты – это то, что зрители дают нам. Это главное для актера. Это то, ради чего мы выступаем. То есть, это их любовь, то есть, радость, которую мы приносим им. И все, собственно. Больше для актера ничего не надо. Вот такими теплыми объятиями заканчивается каждая встреча режиссера с актерами в театре «Синяя птица». Надеюсь, вам понравилось. Можно я спою другую песню? Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Можно? Эта песня про экипаж? Ну, да. А у нас следующий фильм называется «Экипаж». Вот помните, был в советское время фильм «Экипаж» назывался? Да, помню. Как самолет падал, там, Женов спасал его. Вот. Так говорят, что сначала этот фильм назывался «Запас прочности». Что? Кинопрокатчики. «Запас прочности». Правда? Странная, наверное. «Запас прочности». Вот и кинопрокатчики, вот как Артём тоже, услышали название и говорят, ну какой ещё «Запас прочности». Вас фильм-то смотреть никто не будет с таким названием. Ну и что же делать? Что же делать? Собрали креативную группу. Ну да. Вышел главный помреж и тирает режиссер и говорит, кто ему не сейчас придумает название, тому и дам, залез внутренний карман, сто рублей положил на сто. Ну так вот две недели думали-думали, ничего и не придумали. А деньги так и стояли. Ага. И вот он говорит, а раз не хотите, тогда я заберу, забрал и сам придумал название. «Экипаж». Так и назвали. Да. А вот в 2012 году его коллеги из Голливуда решили тоже снять фильм про падающий самолёт. Серьезно? Американцы. Экипажи назвали, только получили-то уже не сто рублей за это. Побольше. Сто лей. Киноблин от нашей Катюши Алексеичук. После 12-летнего киновоздержания Роберт Земекис ещё помнит, как снимается кино. И надо заметить добротное, как в старые добрые времена. Напомню, последний его фильм «Изгой» вышел на экраны в 2000-м. После умом режиссёра долго владела компьютерная анимация. И, наконец, в 2012 году он созрел на экипаж. Уважаемые кинопассажиры, пристегните ремни. Я предал общественное доверие. Да. Так, судья мне это и объяснил, что я предал общественное доверие. Федерация отобрала у меня лицензию пилота. И это справедливо. Шансов полететь когда-нибудь снова практически никаких. и я с этим смирился. У меня было много времени подумать обо всем этом. Я даже начал писать. Я написал письма каждой семье, потерявшей своих близких. и некоторые из них смогли услышать мои извинения. А некоторые не услышат никогда. Я также извинился перед всеми, кто пытался мне помочь. Но вот только я не мог или не хотел слышать. Когда во главе экипажа сам Дензел Вашингтон, вероятность гибели пассажирского авиалайнера изначально равна нулю. Даже когда двигатель рассыпается на части, а капитан корабля хронически пьян, почти все пассажиры остаются целы. 40, 30, 20, приготовиться, 10, приготовиться к удару. От начала и до конца сюжет фильма «Откровенная исповедь» в зависимости его героя. Надо признать, что Дензел в очередной раз повезло. На этот раз он сыграл почти национального героя. И несмотря на пагубную нарко- и алкозависимость, он по-настоящему восхищает. Лучшее тому подтверждение Дензел Вашингтон был в одном шаге от премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Сценарий картины тоже не стоит сбрасывать со скороносных счетов. Его автор Джон Гейтинс был у цели, главной наградой киноакадемии. Однако его обошел более удачливый соперник. Справедливости ради отдам ему свою зрительскую симпатию. Уж так сердечно и остро в картине он описал участь того, кто находится в чистилище пристрастий. «Ой, что-то я, Анюта, наелся, уже ничего не хочу. Ой, да ну перестань, у меня уже вот такой же вот, я хочу спать или читать. Ну так спи или читай. Сраный у меня желание. Вот сколько ты, блин, делала? Вот этот? Да. Всю ночь? Всю ночь. Посмотри, как-то видишь, ладный. Ты говоришь, читай или спи. Надо уважать те, кто пишут книги. И вон ученые почитали, что для создания романа требуется 470 дней. А ты вот, блин, делала. Как же считали, Таня? Я посмотрю его. А вот смотри, эти же ученые посчитали, что человек, когда книгу покупает, 8 секунд смотрит на первый лист обложки и 15 на последний. Ты знаешь, что чаще всего потом покупают 87% это вы. Кто вы? Бабы. Женщины. Убупайте книги. Мы женщины. Вот и среди них и Зоя Николаева была. Купила себе новую книжку и расскажет нам сегодня. Каждый человек состоит из множества загадок, тайн, мелких увлечений и прихотей. Кто-то о них пишет, а другие наслаждаются прочитанным. Для меня большим и приятным открытием стал роман «Рандеву в лифте» Донны Каупман. Ее умение тонко чувствовать и выражать человеческие эмоции поражает с первых строк. Окунувшись в мир фантазий героев, оторваться просто невозможно. И это один из главных плюсов романа «Рандеву в лифте». Героиня Калли симпатичная молодая девушка, временная секретарша, которая получила постоянное место работы с перспективой карьерного роста. Герой Доминик успешный бизнесмен, миллионер и страстный обольститель женских сердец. Ну и третья сторона их истории — любовь, без которой не обходится ни один роман. Калли по распоряжению босса должна была провести Доминика к служебному лифту. На часах было примерно 12 часов ночи, как раз то самое время, когда дежурные отключают электричество во всем офисе. Свет погас, и героям пришлось провести остаток ночи в застрявшем между этажей лифте, где и происходят основные события. Автор очень смело описывает появление сильнейших чувств между героями, по крупицам разбирая все эмоции, мысли и рассуждения каждого. Донна Кауфман дает читателю целиком прочувствовать их страсть, от чего еще больше притягивает и помогает углубиться в рассказы. Книга небольшая и читается на одном дыхании. Автор выполнила свою работу так, что читатель побалует себя морем эмоций и хорошими впечатлениями. Вот, Зоя, молодец, посоветовала, я займусь чтением, ты там себе чуевничай. А я вот тебя спрошу, знаешь ли ты как можно попасть в 2553 год? Понимаешь, если я скажу, что знаю, мне придется отвечать, а так лучше не знаю. И буду читать все беспокойно. Вот расскажу тебе, машина времени даже не нужна, нужно просто отправиться в Таиланд. У них летоисчисление отличается на 453 года от нашего. То есть сейчас у них это что там? То есть у них сейчас 2553 год. Ничего себе. Да. Забавные они. Вот такие вот в Таиланде. Смотришь, они как себе смотрели этот фильм 2012. Конечно, прошлое. 2012 год. А когда это было? Алют, сделали его черно-белым, да и пустили, как ретро-фильм в кинотеатрах. И бабла подняли. Я тебе вот что скажу. Бонгкок по-другому называется Крунгтеп. Стали с Таиланда. Спасибо. Вот умный человек со мной ведет программу. Или я с ним. Крунгтеп. А полное его название даже занесено в книгу рекордов Гиннеса. Читаю с листа. Великий город ангелов. Наивысшее вместилище божественных сокровищ. Великая земля, которую нельзя завоевать. Великое и процветающее царство. Великолепная и замечательная столица девяти драгоценных камней. Место, где живут величайшие властители. И расположен большой дворец. Жилище богов, способных перевоплощаться в духов. Ну все. Линда. Блин экзотический от Екатерины Алексеичук. Если вы испытываете острую недостаточность в райском наслаждении, то вам просто показано побывать в Таиланде. Центр притяжения туристов город Паттайя. Ежегодно один из лучших курортных городов этого экзотического королевства посещает около одного миллиона туристов. А ведь всего несколько десятилетий назад Паттайя был обычной рыбацкой деревушкой. Что ж, и такое бывает. Мы побывали на Паттайе. Это молодежный можно сказать курорт. Прилетели в Бангкок, оттуда добирались около двух часов до Паттайи. Отель был городской, то есть до пляжа приходилось пройтись немножко метров триста и там уже паром. То есть на пароме уже платить местная валюта БАТ называется, 50, 70, 150 БАТ в оба конца и в зависимости от этой стоимости вас довозят до менее либо более лучшего участка пляжа. Не удивляйтесь, что пляжи здесь муниципальные. Это вам не Турция и не Египет, где от отеля вам и зонтик и шезлонг всегда пожалуйста. Говорят, это лучше, пусть и несколько экзотичнее. Можно съездить на реку Чиван, которая возле Бангкока, покататься на лодочках, которые курсируют там очень с большой скоростью, даже пробки создаются. Поехать на семь водопадов, то есть это тоже очень такое знаменитое место, где семиуровневый водопад идет и высота огромная, просто, ну может быть 20-этажный дом, ну создалось такое впечатление по крайней мере. Такого вы больше нигде и никогда не увидите. Это самое известное изображение Будды в мире. Статуя выполнена из чистого золота, 3 метра в высоту и вес в 5,5 тонн. Впечатляет, но не расслабляйтесь. В то время, как вы охаете и ахаете от восхищения, за вами наблюдают скрытые камеры и не дай бог туристу или местному нелестно высказаться здесь о королевстве или о самой святыне. И, конечно же, нужно соблюдать определенные правила, то есть покрытое должно быть тело одежды, чтобы не было оголенных рук, ног. Вы в храм входите босиком, вы не должны становиться спиной к статуям ни в коем случае, фотографироваться с ними нельзя, не дай бог на них на плечи сесть или как-то забраться. То есть определенные правила есть, надо соблюдать. Немного просветились, пора и перекусить. Многие уже на третий день хватаются за животики, мол, остро все не по-нашему. На выручку приходят русские кафе. Здесь их немало, как, впрочем, и самих русских. По мне, так это кощунство, но как можно отказаться от такого? Впрочем, на тайский вкус и цвет... Попробовать вы можете абсолютно разнообразную пищу. Это может быть и акула, это может быть и крокодил, различные креветки, алмары, мидии, то есть всевозможную пищу можете купить в кафешках, то есть там стоят как большие такие лотки со льдом, где заморожена, допустим, акула, креветки, тунец, и вы себе выбираете при продавцах эту рыбину, при вас ее разделывают и сразу же на гратаре таком специальном ее жарят. То есть при вас это все приготовление происходит и в принципе за небольшие деньги. Ну, на большую компанию, допустим, можно взять большую рыбину за 1800-2000 бат, то есть это, грубо говоря, 60 долларов. Что уж говорить и об экзотических фруктах. Урожай здесь собирают по 3 раза в год, поэтому цены у фруктовой лавки более чем доступны. Кстати, о деньгах. Ими здесь не разбрасываются, не только потому, что это средство для жизни. Очень почитают королевскую семью, то есть это же королевство Таиланд, и у них на всех банкнотах изображены члены королевской семьи. То есть нельзя мять деньги, рвать, как-то непочтительно к ним относиться, то есть это вызовет агрессию. Хорошо живется там, где нас нет, так что путешествуйте хотя бы так. вместе с нами. Все хорошо, Анюта, ну какая-то тоска у меня, что-то я не знаю. Так операторы-то у нас не кормлены. А ну, ребят, идите сюда, у нас блиночки какие. А ну, подходите. С радостью, ребят. Садись. Ты домой? А чай? А чай? Ты чай очень моешь? Да, Сашки, да, при блин береге. Садись. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я тоже так захотелось сделать, наверное, что-нибудь интересное Он создал целый мир вот из таких неодушевленных вещей, чуть-чуть вдохнул в них жизни и все, это уже совсем... Этот целый мир действительно, он его как-то примерно называет, тебе сейчас скажу, band object, что примерно переводится как ожившие предметы Вот я тоже решил там вот карандашик, резиночку ожить Ну действительно, как можно называть скульптурами вот эти предметы? Посмотрите, вот здесь вот они пишут, мама, а вот Мурисенко подсказывает, следит, чтобы он ошибку не совершил А если что, так сразу такая, хоп-хоп, на лифиге выделит А вот это кто? А это, сейчас он может рухнуть у меня, но я сейчас расскажу тебе Как его зовут? У него хвост Давай его как-то вместе назовем? Черныш Не-не-не, давай вообще уксус Шуруп, дефицит Очень черныш Этот парень, это такой полудинозавр, полужук, который ходит по полу в квартире, в прихожей и ищет обувь И если видит, то набрасывается и сразу доводит ее до блеска Представляешь себе? Вот эти работы, ну не мои, конечно, а работы этого... Перебордера Да, их же целые выставки, его вот эти вот фото, сейчас я скажу Да, даже используют Фотоистории, да, используют в журналах, их публикуют, везде собираются люди, смотрят, ну как бы это как искусство уже Здорово, это действительно очень интересно Давайте мы вам покажем несколько работ Терри Бордера, посмотрите Вот это клевое, правда? Действительно, это смешная даже Ага, а вот это моя любимая, убитая ложка называется, она мне очень нравится О, смотри, Аня, вот эта фотография одна из самых известных Много лет тому назад, все мы прекрасно знаем, что Титаник затонул от столкновения с айсбергом А вот маленький кубик льда вот здесь качает мышцы и мечтает, глядя на плакат с надписью Если ты мечтаешь об этом, ты сможешь этого добиться То есть он хочет стать таким же большим, как айсберг, да? Ну, конечно Я знаю точно, что твой следующий сюжет не о художнике Не о художнике, но это тоже очень интересный человек, у него довольно странное искусство, он музыкант Но тоже его работы в музыке можно сравнить с этими чудачествами Терри Бордера И вот с этими тоже Малая веревка, два друга Давайте, давайте посмотрим Олег Легкий и его альбом «Рыбы Амура» «Рыбы Амура»? «Рыбы Амура» Сейчас попрошу Кич, чтобы она рыбу нарисовала Музыкальная шутка, сочиненная для друга и выложенная в интернет Превратила обычного хабаровчанина в звезду мировой политики Который записал 10-минутный, один из самых популярных альбомов на сегодня «Рыбы Амура» «Рыба Амура» совсем недавно стала интернет-мемом Так называются самые цитируемые в мировой паутине новости Его приглашают на радио и ТВ, о нем снимают сюжеты и пишут статьи в интернете Четыре месяца назад Слава буквально свалилась на Олега Легкого Точнее, Сергея Подледнего из Хабаровска Я сидел дома и придумывал песню Придумал одну И там была мелодия, не было слов И подходило слово «сазан» А так как я не придумываю обычно тексты к своим песням То я придумал самые простые слова, которые можно связать со словом «сазан» Записал сразу в Windows Там есть, знаешь, развлечение Звукозапись Вот я записал и отослал своему товарищу Так появилась первая рыба Амура Другу шутка понравилась, он предложил записать еще За «сазаном» последовали окунь, толстолобик, косатка, лещ, синявка и карась Каждая композиция секунд по 30 10 минут на весь косяк Альбом заценил не только друг За пять дней этот пост собрал 20 тысяч лайков Сейчас их 48 тысяч А самого Подледнего пригласили в Москву с концертом в клуб «16 тонн» Но сначала мне было очень смешно, очень Я ходил и смеялся прям Потом стало не очень смешно Потом опять было чуть-чуть смешно Но сейчас уже Я сейчас превратился в путешественника Вот по Украине я езжу И доехал даже до вас До Приднестровья Удивительно Со всеми сегодня снимусь на память Девочки, сфотографируемся на память? Сфотографироваться с Сергеем и послушать его музыку в Тирасполе пришло человек 50 И хотя весь альбом длится всего 10 минут Люди не уходили и два часа спустя Несколько раз спели «Рыба Амура», а потом пошли каверы Спят твои соседи Белые медведи Спи и ты Скорей Малыш, малыш, касатка Скажи о своих клипах У тебя их сколько вообще? Нисколько Это люди, которых я не знаю Которых я своей сексуальностью и гениальностью Толкаю на творчество Они делают вот эти все вот видео удивительные Например, Сазан, видела? Где вот это с головой? Ребята заморочились Сазан Сазан А вот это видео самого первого концерта Сергея В некотором роде официальный клип Зритель, оператор и критик Сережина бабушка Как тебе про окуня? Да ничего Как говорит Сергей, родственники относятся к его славе совершенно спокойно Как, впрочем, и сама звезда Оставаться в шоу-бизнесе и писать о птицах сибирской тайги Или насекомых при Байкалье он не планирует Все, будут делать какую-нибудь работу такую обычную Ну чем ты занимался? Ну, я делал мебель, а потом был разнорабочим в филармонии в Хабаровске Работником сцены я открывал занавес Ну, я вот сейчас закончу все это дело и пойду опять куда-нибудь А пока впереди еще немало городов, где Олега Легкова ждут с его рыбами Амура По-моему, самое время сказать спасибо нашим спонсорам Я благодарю магазин Ирис Он находится в торговом центре Дик, бутик номер 21 Спасибо огромное Окей, тогда я скажу спасибо огромное торговый центр Минск, бутик номер 020 на нижнем этаже Магазин мужской модной одежды, ферст фэйшн, спасибо за мальчонку, джинсы и обувку Вот так Ну и еще не забывайте смотреть нашу программу на сайте, если вы смотрите ее не сначала, не дай бог Или если вам что-то очень понравилось и вы хотите пересмотреть, заходите на наш сайт Ну, теперь время посмотреть те блины, которые получились у нас комом Анечка говорит о нашей любимой рубрике по скрипту Поехали Поехали Совсем уже поехали Для меня большин Довно готовишься к Пасхе? Ну так давно масляной пасхе Таких бисерных отрезков нам потребуется 9 штук Нет, не отрезков, а отрезков Там у них летоисчисление отличается от мирового на 400, 15, 400, нет, 500 Так это и надо, я даже не подсказал, вы заметили? Донны Кауфман, Ранды... Ну что ж такое-то? Все Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не новое Абажур Здесь становишься гостем ушедшей и такой родной эпохи Мы находимся на пересечении улиц Карла Липкнехта и Ленина Абажур Заказ столиков и банкетов по телефону 555-09 Мы поделились с вами всеми блинами, которые у нас были Надеемся, вам понравилось С масленицей вас До свидания Стоп, снято Есть, удач! Субтитры создавал DimaTorzok